Трудоустройство подростков на время летних каникул сейчас одна из самых востребованных услуг в Мегионе. На 700 выделенных мест желающих в два раза больше. Чтобы избежать конфликтов, специалистам муниципального центра приходится идти на уловки. К примеру, с этого года заявки на трудоустройство начали принимать в школах. Материал нашего корреспондента. Попасть на лето в Мегионский отряд вожатых практически нереально. Это одно из самых популярных мест трудоустройства подростков. На 15 вакансий свыше 30 претендентов. Старшекласснице Виктории Филатовой повезло, она прошла жесткий отбор и уже зачислена в ряды наставников. Прошла в школу вожатых, обучилась первой медицинской помощи, тому, как правильно обращаться с детьми, новые игры мы учили. И сейчас я уже с новым багажом знаний пришла и буду показывать все, что могу еще раз. В этом году в Мегионе для школьников организуют 735 временных рабочих мест, а заявок уже поступило в два раза больше. Чаще всего молодежь берут подсобными рабочими в бюджетной организации. Школьникам под силу убрать двор, навести порядок в архиве, развести документацию. Но и таких вакансий не хватает. Поэтому с этого года рабочие отряды решили формировать заранее. Подать заявку на трудоустройство сейчас можно не в муниципальном центре, как это было раньше, а в школах. Для того, чтобы не создавать накаленную обстановку при приеме подростков, мы распределили рабочие места пропорционально учащимся в образовательных учреждениях. Это ученики старших классов. И пропорционально ученикам мы распределили рабочие места. И на сегодняшний день прием ведется в образовательных учреждениях города по графику. Распределение объема работы пополам тоже позволяет принять большее количество подростков. Например, в коммунальном отряде «Зеленый патруль» в месяц успевают поработать две смены по 25 человек. Таким образом, за лето к ним устраиваются сразу 150 школьников. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Мегион.